День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы рассмотрим ресурс, который называется FOTOR. Вот его адрес в интернет www.fotor.com. Ресурс этот полезен тем людям, которые, но не освоили фотошоп или у них просто нет времени освоить такой ресурс как фотошоп. Вот этот ресурс FOTOR очень хорошо поможет для работы большим количеством изображений, предназначенных как для социальных сетей, так и для других потребностей ваших в интернете. Итак, ресурс частично платный, но на нем можно работать и бесплатно. Если вы пройдете вот по этой ссылочке Upgrade to FOTOR PRO, то вы выйдете на более высокий уровень этого ресурса и выйдете на платную работу. Минимальная, по-моему, оплата здесь 8 евро, а может быть долларов. Не помню, к сожалению. Я начинала работать на этом ресурсе даже не зарегистрировав. Работаю бесплатно. Итак, у этого ресурса три раздела. Первый раздел «Edit» или «Редактор». В этом редакторе вы можете работать практически так же, как и на фотошопе, но только очень-очень упрощенном варианте. Мы как-нибудь рассмотрим этот раздел этого ресурса, и вы очень быстро научитесь работать с изображениями. Второй раздел называется «Коллаж». Этот раздел предназначен для создания коллажей, всевозможных рисунков, фотографий ваших. Он будет полезен вам перед новогодними праздниками для создания каких-либо подарков вашим родственникам, друзьям и так далее. Мы сегодня будем рассматривать вот этот раздел. Называется он «Дизайн». Этот раздел посвящен конкретно созданию изображений для социальных сетей. Так как я работаю в бесплатном варианте, естественно, у нас очень много здесь рекламы, но мы на нее обращать внимания не будем, будем работать. Итак, после того, как вы попали в «Дизайн», посмотрите, это раздел «Нью», новый раздел, вы видите здесь огромное количество предложений. Начнем с того, что мы можем сделать с вами шапки или заставки для основных социальных сетей. Это «Фейсбук», это «Ютуб». На «Ютубе» вы можете сделать для канала, на «Ютубе» вы можете сделать заставку для вашего видео, которая была у нас в начале фильма. Эту заставку я сделала именно вот на этом ресурсе. Чем здесь все замечательно? Тем, что у вас сразу же указан размер того изображения, которое вы будете создавать. И здесь, как раз видите, для заставки на «Ютуб» размер 1280 пикселей на 720. Если вы спустите чуть ниже, то вы увидите возможности работы по созданию изображений для социальных сетей, для постов. Вот это вот для поста в «Фейсбук», это для поста в «Инстаграм». Совсем недавно появилась с пометочкой «Нью» титульная картинка для «Пинтереста». Это создание хедеров для социальных сетей. «Фейсбук», «Фейсбук», «Эвент Ковер» и так далее. То есть, если снимательно все посмотрите, вот, пожалуйста, «Гугл Ковер», «Твиттер Ковер» и так далее. Вот это новенькие заставки, это для создания титульных картинок для блога размером 750 на 500. Сейчас это очень модный такой размер у новых блогов. Это создание хедера для вашей «Инстаграм». Письмо вставляете, письмо у вас становится красивым. Вот абсолютно новый раздел, который называется «Добавь баннер». Посмотрите, здесь у нас все размеры, самые популярные размеры баннера. И последняя заставка для магазина, интернет-магазина «Истин». Вот это вот для шапки магазина, а это для иконки магазина. То есть, все абсолютно четко продумано. Мы с вами давайте сегодня поработаем вот с постом для «Фейсбук». Вы выбираете, естественно, плашку, с которой вы собираетесь работать, и просто по ней клипываете. Итак, перед вами редактор создания постов. На что мы должны обратить внимание? У нас с вами есть возможность работы редакцией с левой стороны, вертикальное такое меню. И есть горизонтальный редактор. Но помимо всего прочего, у нас еще появится всплывающий редактор, который мы рассмотрим с вами чуть-чуть. Смотрим внимательно. Вот здесь у нас есть такие шаблоны, хорошо созданные, профессионально созданные шаблоны, со шрифтами, с всевозможными плашками, с какими-то отдельными разделами. Вот такие шаблоны изображений для постов. Обратите внимание, что здесь в правом углу, если есть такое вот изображение алмазика, то значит это изображение платное, вы можете его использовать, но, как видите, здесь у вас будет водяной знак, который, естественно, он будет не слишком хорошо смотреться на вашем изображении, поэтому лучше выбирайте бесплатное изображение. Ну вот давайте здесь поищем какое-либо бесплатное изображение, такое, чтобы мы могли с ним поработать, посмотреть все возможности. Вот смотрите, вот такое изображение. Это изображение имеет рамку, видите, здесь есть выделенная область, эта выделенная область отличает от всех остальных постов. Она будет бросаться, такое изображение будет бросаться в глаза, вы можете даже его взять, так сказать, для конкретно опознавательного знака для вашей группы. То есть если в ленте новостей, например, того же Фейсбука или какой-то другой социальной сети будет отличаться конкретно картинка, люди будут привыкать, что эта картинка конкретна для вашей группы и будут обращать на нее внимание. Итак, что мы можем здесь сделать? Ну, естественно, я могу здесь поменять картинку. Мне, например, вот эта картинка не нужна. Ну и еще я сегодня сделала одну картинку в таком рамочке, завтра мне нужна совсем другая картинка. Что надо сделать для того, чтобы эту картинку изменилась? Я просто выхожу на свой компьютер через вот эту плашку, то есть импорт фотографии, и выбираю тот рисунок, который мне понравился. Вот он, вот рисунок. Я его перетаскиваю сюда. Устанавливаю вот так, чтобы он закрыл вот эту вот часть у меня. Вот так вот. И теперь моя задача, этот слой, эту картинку положить под рамку. Для этого я выделяю саму картинку и выбираю вот на этом всплывающем окне вот такую опцию. Опцию слои. Посмотрите, у меня здесь есть возможность поднять слой, опустить слой, поднять в самый верх, в топ, и опустить в самый низ. Я опускаю в самый низ, как бы картинки моей не видно. Но если я сейчас на один слой подниму выше, то у меня появляется мое изображение. Итак, все изображение я установила. Итак, что я делаю теперь? Теперь мне надо поменять этот текст. Давайте заменим его, например, на такие вот слова, как вот так вот сделаем. Так. Вот эту рамочку я выделяю. Здесь я пишу по-русски. Для. И вот здесь я меняю и пишу блогер. Не поместился текст. Я могу увеличить вот так вот рамочку. И у меня текст встанет на место. Но также я могу этот текст изменить расстояние между буквами. Я могу следующим образом. Я выхожу вот в этот текст. Я, во-первых, могу поменять размер этого текста. Видите? Я могу изменить расстояние между буквами у этого текста. Вот он раздвигается у меня вот таким образом. Да? Я могу подогнать так, чтобы это было красиво. Вот так вот, например. Да? И если бы у меня здесь был текст в одной рамке, то есть все для блогера было в одной рамке, то я могла бы изменить расстояние между строками. То есть интервал, межстрочный интервал. Вот этой кнопкой. Ну, здесь у меня, видите, все в разных блоках. Поэтому, естественно, межстрочный интервал здесь не поменяется. Итак, я решила этот вопрос. Что я еще могу сделать с этим изображением? Ну, во-первых, я могу посмотреть его вот в том размере, какой он будет в натуральную величину. То есть я нажимаю здесь один на один. И он становится у меня такого размера, как он будет в натуральную величину. Для того, чтобы вернуть его в обратное состояние, я нажимаю вот на этот значок. Я вижу размер натуральной величины. Для работы я могу увеличить, уменьшить этот размер. Я также могу увеличить, уменьшить этот размер колесиком своей мышки. Чтобы ровненько поставить его, опять возвращайтесь вот в этой кнопке. Вот здесь мы с вами все разобрали. Итак, теперь смотрим с левой стороны. С левой стороны у нас те же самые картинки. Вот если я нажимаю сюда, я получаю здесь все вот эти вот изображения. Дальше у меня идут тикеры. То есть вот видите, здесь звездочка. Вы нажимаете на эту звездочку. И у вас появляется возможность выбора всевозможных стикеров. Обратите внимание на то, что есть некоторые опции, опять же, с тем же алмазиком. То есть эти опции платные. Но мы с вами можем найти, например, опции те, которые бесплатные. Ну, например, вот какие-то комические картинки для новогодних праздников. Давайте я вот возьму вот этот вот носок. Вот этот носок здесь у нас появился. Я его просто проявляю здесь. Если бы у меня соответствовала картинка, я могла бы этот носок где-то куда-то поставить. То есть видите, то есть дополнительная такая работа здесь возможна. Но вы можете здесь очень много вещей всевозможных для вашей работы найти. Следующий момент. Здесь вы можете добавить всевозможные линии и вот такие вот какие-то фигуры, если они вам понадобятся. Здесь вы можете добавить текст. Точно так же вот у вас появляется эта плашка. Вот он, этот текст у нас появился. Здесь у нас работа, возможность работы с бэкграундами, то есть подложками. Если у вас вы не положили какую-либо картинку, вы можете выбрать картинку опять же из бесплатных картинок здесь. Или просто выбрать какой-либо цвет. Вот этот карандаш показывает нам выход на почту. То есть вы можете здесь работать с почтой. То есть отправить какую-либо вот эту картинку на какой-либо электронный ангел. Этой кнопкой вы можете изменить фон рабочего стола. То есть это или светлый фон, или темный фон. То есть такой, как вам больше нравится. Итак, что я еще могу здесь сделать? Эту часть мы с вами разобрали. Давайте теперь разберем, какие возможности нам предоставляет наше плавающее меню. Вот я выделила текст для того, чтобы вот эту плашку поднять. Проявить вернее. Итак, я выделяю текст, я могу изменить его цвет. Вот я выбираю, нажимаю вот на эту кнопочку, у меня появляется возможность изменения цвета. Я этого дела сейчас не буду. Что я еще могу сделать? Я могу, например, сделать изображение свое прозрачное. То есть я, в данном случае у меня прозрачность 100% точнее ее просто нет. А теперь вот я, эти буквы, я их делаю прозрачными. Я точно так же могу работать с изображением. То есть я точно так же могу изображение сделать прозрачным. Вот оно, видите, там проявляется. Я могу два изображения, одно изображение на другое наложить, и одно из них сделать прозрачным. Здесь я могу выбрать определенные эффекты. Ну, например, такой эффект с изображением. Ну, например, давайте вот, вот видите, вот такой вот эффект, вот такой эффект. То есть вы здесь просто по... Надо походить и посмотреть, что вы можете с этим изображением делать. То есть выбрать. Это у вас такая дополнительная работа. Я оставляю на норме, такой, как это было. Здесь я копирую. Здесь я удаляю. А здесь я закрываю какой-либо элемент и запрещаю его менять. Итак, здесь мы с вами поработали. Да, я еще один элемент забыла вам показать. Это работы с рисунком. У работы с рисунком появляется вот такая вот плашка. Это изменение рисунка, то есть поворот рисунка. Ну, например, вот вверх ногами, да, по горизонтали изменения. Давайте я верну его на место. Я его могу поставить вертикально, этот рисунок. Могу вернуть опять в горизонтальное положение. Сверху у нас с вами работа следующая. Здесь я могу, если мне все не понравилось, то, что я сделала, я могу вернуть тот оригинал, который был первоначально загрузен. Вот здесь я могу свое готовое изображение отправить в интернет, то есть в какие-то социальные сети. Здесь я отменяю свое предыдущее действие. Здесь я создаю новую картинку. Если я нажимаю на плюсик, то я могу очистить этот экран и сделать новую картинку. Здесь я, открыв, могу отправить это изображение на компьютер, в Dropbox, Facebook, Picasso или в интернет. Вот интересная кнопочка. Это кнопочка «Готовое изображение» отправляет вот сюда вот к вам. То есть оно здесь готовое, у вас здесь осталось. Вы можете потом с ним еще работать. И вот эта вот кнопочка у нас дает возможность сохранить наше изображение. Это мы сделаем чуть позже. Но для начала надо посмотреть, как это будет выглядеть, например, на том же Facebook. Поэтому вот здесь надо зайти вот в этот глазик и превью увидеть. Вы увидите, как будет выглядеть ваше изображение на мониторе компьютера. Вы увидите, как будет выглядеть ваше изображение на любом из гаджетов, например, смартфонов, айфонов и так далее. Я закрываю вот этим крестиком. Я посмотрела, мне все понравилось. Я решила это изображение сохранить. Что я делаю? Я его сохраняю под определенным наименованием. Я могу здесь изменить. Например, написать ирисы, да? Давайте вот так ирисы напишем. Я могу выбрать разрешение определенное, расширение. Я могу выбрать определенные качества. Могу сохранить на компьютере. Могу сохранить, отправить в Dropbox. Могу распечатать. Я его сохраняю на компьютере. Вот у меня сразу появляется, что это ирисы, разрешение в JPEG. Я пишу сохранить. У меня осталась вот эта картинка на компьютере. Все. Мне сказали, что все сохранено. Я могу вернуться обратно. А могу начать заново. А могу просто это закрыть. И вернуться опять изменению этой картинки. Кстати, мы с вами эту картинку вернули сюда, отправили сюда. Но при сохранении она еще раз повторная. Мы с вами сохраним. Итак, вот такой очень простой редактор работы с изображениями для социальных сетей. Все остальные сети, редактор для всех остальных картинок абсолютно идентичен с тем, что мы сейчас с вами увидели. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Всего доброго. С вами была Смирнова Елена.